Добрый вечер! Все-таки свет есть, и мы в эфире. Первый вопрос, он, наверное, напрашивается автоматически. От него уже будем плясать по остальным темам. Это повышение тарифа. Вы подали заявление в Наре, да, рассмотреть до практически 24 лев, если я не ошибаюсь, да? Ну, 24 лев — это СНДС. Получается, для потребителя. Да. Каковы основания для такой заявки? Да, это очень такая важная тема. Тема важная для всех наших потребителей, не только для Молдова ГАЗа. Всегда пытаются, скажем так, монополистов, поставщиков услуг всегда упрекать, что завышает необоснованно тарифы и так далее. Основная причина, она очень простая, это повышение закупочной цены поставки природного газа именно в апреле и в мае месяце, согласно той формуле, которая у нас в контракте. Поэтому, если, допустим, у нас тарифы, и повторюсь, цена заложена в январе, когда утверждали последний раз тариф агентства, цена закупки, она установилась в размере 620 долларов. Если посмотреть апрель и май месяц, то у нас уже цена закупки почти в два раза больше, чем в апреле. И 920 долларов цена закупки была уже в мае. Тем более, мы, когда выходили с инициативой по повышению тарифов еще в ноябре месяца прошлого года, мы сознательно не включили почти миллиард 400 миллионов тарифных отклонений в тариф. Иначе, допустим, в ноябре прошлого года тариф был бы 12 лет вместо 10. В январе то же самое. То есть, там не было, скажем, резерва для того, чтобы повышать тариф, тем более, повышать тариф для того, чтобы оплачивать газ своевременно. Вы знаете, какие у нас были решения, которые принимала комиссия по чрезвычайным ситуациям в январе, где авансом были выплачены компенсации. Потому что вот всегда у нас возникает этот дефицит, разрыв, кассовый разрыв. Потому что мы должны платить 20-го, а потребители платят нам до конца месяца, и есть определенная задержка. Поэтому основная причина, основной аргумент и обоснование нашей заявки в Наре по повышению тарифов, это увеличение цены закупки природного газа. Но здесь забывают, вторую часть нашего предложения никто не озвучивает. Я хочу это озвучить, что мы предложили так называемый тариф, который будет на сезон. Сезон летний и сезон зимний. Давайте так будем говорить. Значит, наша идея такова, что вот в летний период, допустим, начиная с 1 июня и до 1 октября, тариф должен быть выше, цена закупки должна быть, она по формуле выше, соответственно, тариф должен быть выше. Только корректируется цена закупки. С 1 октября, когда формула меняется, то означает, что 1 октября, когда начинается отопительный сезон, однозначно мы заинтересованы, чтобы большие объемы реализовать и, соответственно, получать выручку для того, чтобы оплачивать природный газ. При этом мы все прекрасно понимаем, что потребитель должен за этот газ заплатить. То есть очень важно, чтобы у потребителя такая возможность была. Поэтому 1 октября, и логично мы говорим о том, что цена будет снижена, тариф будет снижен. Потому что формула меняется, соответственно, если сейчас это 22 лея, допустим, то, что мы предложили, 24 лея СНДС, 1 октября это будет 16, максимум 17 лея СНДС. Для всех потребителей? Конечно, для всех потребителей мы это говорим. Здесь, конечно, много вопросов возникнет. Вот все, я вижу и комментарии в соцсетях, очень много экспертов, что это все тариф на целый год. Нет, не так. Мы предложили специально, чтобы летом был один тариф, А наше законодательство это позволяет? Да, это позволяет. И, в принципе, в целом погоду все равно будет один тариф, средизвешенный. Но это позволит нам, компании, выполнить свои обязательства перед поставщиком. Потому что вот этот кассовый разрыв, он всегда возникает. В нормальных условиях, когда у нас нет войны в Украине, когда у нас нет региональных потрясений, когда у нас нет дефицита на рынке, когда компания наша «Молдова ГАЗ» является платежеспособной и финансовое состояние, баланс компании удовлетворительный, то тогда мы в эти летние периоды могли бы кредитоваться. Но сейчас нас никто не кредитует. Я еще раз повторю здесь, в вашей студии. И поэтому другого выхода, чем повышать тариф, но при этом принимая во внимание и интересы потребителей, то есть 1 октября все равно тариф должен вернуться на тот приблизительный уровень, который он сейчас. То это единственное решение, которое сейчас есть. Иначе мы должны обратиться за государственной субсидией, то есть за госпомощью. Ну понимаете, что в этой ситуации, когда у государства и так много обязательств, и по пенсиям, и зарплатам, и тем более ситуация неопределенности в регионе, связанная с войной в соседнем государстве, то поймите, что мы исходим... А почему мы должны обращаться за государственной помощью, а не мажоритарный акционер, чтобы сделал нам другой тариф, другую стоимость на газ, для того, чтобы удержать на плаву свое дочернее предприятие? Мажоритарный акционер, если я правильно понимаю, это Газпром. У нас два мажоритарных акционер. У нас правительство и Газпром. Да, но большая часть акций в руках Газпрома. Но это не означает, что больше права голоса имеет Газпром. Но если Газпром заинтересован в том, чтобы предприятие Молдова ГАЗ существовало, развивалось, давало прибыль, может стоит пойти на уступки? Ну на уступки это означает... Снизить стоимость газа. Уступки какие могут быть? Первая уступка может быть пересмотреть условия контракта. Об этом мы сейчас поговорим тоже. Обязательно. Вторая уступка, что может быть, это дать какую-то отсрочку по платежам, допустим. Я могу сказать, что здесь по отсрочке по платежам, имея на сегодняшний день долг более 709 миллионов долларов, при этом не предлагая никаких конкретных вариантов по решению этого долга, конечно, любой поставщик, кредитор, даже если это будет материнская компания, как говорите, мажоритарный акционер, что не является в нашем случае... Однозначно. Однозначным утверждением, ну немножко странновато. Потому что в любом случае, когда вы идете в банк, вы просите кредит, или просите, скажем так, вашего поставщика, любого, вам предоставили отсрочку, при этом имея долг, ну все просят, очень просто все говорят, отвечают. Закройте старый долг, и, пожалуйста, мы можем говорить о следующих условиях. Если говорим о контракте, о новом контракте, либо о возможных... Чуть-чуть позже вернемся к новому контракту, я обязательно про него спрашиваю. Скажите, я могу и подождать. Я по вышесказанному хочу уточнить, потому что получается очень интересно. У Газпрома большая часть акций в Молдова-Газ принадлежит Газпрому. При этом цена закупочная для Республики Молдова на газ, да, для Молдова-Газ, она выше, чем у Германии? Значит, мы не ведем переговоры с Газпромом. Мы не ведем переговоры с Газпромом о цене закупки. У нас в контракте формула. И там есть два компонента. Еще раз повторюсь. Первый компонент – котировка нефтепродуктов. Второй компонент – это цены на бирже ТТФ, голландской биржи. Поэтому у нас референсная цена, и она зависит от рынка. Как рынок нефтепродуктов развивается, какая динамика там, соответственно, как газовый рынок. Что касается непосредственно Германии, когда вот такие утверждения есть, я могу просто показать вам… У меня здесь об этом говорят политики, поэтому я об этом вас спрашиваю. Я должна иметь аргумент. Давайте сегодня откроем рынок, так называемый рынок Виттепик Джермании, или Виттепик Германии, и посмотрите, какая цена там. Если цена там сегодня, на день вперед, на месяц вперед, отличается, чем у нас, и она отличается, она чуть-чуть, даже немного выше. Значит, они в Ротполь. Значит, там рынок, по рынку, там цена совсем другая. Другой вопрос, если у Газпрома есть определенные контракты, долгосрочные контракты, с традиционными партнерами, допустим, крупные компании немецкие, то это долгосрочные контракты, и у них в этих контрактах компоненты, скажем, составляющие нефти, она снижается из года в год. Поэтому говорить о том, что в Германии, допустим, цена газа на рынке, мы говорим о рыночных параметрах, на рынке ниже, чем у нас, я думаю, что это не совсем правильно, неправильно с точки зрения коммерческой составляющей. Но есть долгосрочный контракт, то есть есть контракт, допустим, между Газпромом, или компанией там РВИ, или там ИОН и так далее, допустим, то там есть определенная цена. Эти компании, покупая газ у Газпрома, наверное, скорее всего, авансируют вперед-вперед, они потом продают этот газ промышленности, продают на рынке, согласно рыночных цен. И внутри Германии, если мы говорим, внутри там Австрии, внутри Чехии, там Франции и так далее, там везде биржевые хабы, везде биржевые индексы. Поэтому немного неправильно это все утверждать и говорить о том, что тем более там очень... В моей же студии говорили об этом политики. Некоторые, я не буду сейчас называть имен, поэтому я и попросила, и привела этот пример для того, чтобы вы разъяснили, насколько он соответствует действительности. Ну покажите мне контракт, где в Германии 300, 200, 300 долларов или евро. Нет, там сумма не называлась, там просто говорилось, что дешевле, чем у могло. Я хочу, чтобы политики или эксперты показали этот контракт. Показали конкретно. Хорошо, тогда давайте вернемся к тому, что вы говорили о вашем предложении, чтобы было две цены. Я сейчас попытаюсь связать две темы в одной, потому что из того, что вы предлагаете, чтобы летом платили дороже, а зимой тогда, чтобы тариф был ниже, учитывая, что мы дороже покупаем, имеет смысл тогда, когда у нас есть стабильный договор на поставку газа. Но насколько я понимаю, с 1 мая у нас с Газпромом определенные сложности. сейчас юридического характера, которые могут возникнуть в любой день, в любой месяц, потому что у нас был включен пункт о проведении аудита до 1 мая, мы его не провели. Соответственно, если я правильно понимаю, у Газпрома есть юридическое обоснование в любой день прекратить поставлять нам газ. Я правильно понимаю до сих пор? Ну, в принципе, да, согласно контракту, это право есть. То есть, получается, что мы можем действительно за летний период, если утвердить, заплатить вперед больше, а с 1 октября остаться без газа. Чисто теоретически. Ну, теоретически можно остаться без газа и завтра. Да. Давайте так будем, исходя из условий контракта, это так и есть. Но мы работаем для того, чтобы именно, я говорю про Молдова-Газ, говорю про коллег из Газпрома, чтобы этот вопрос решить. Решить и по аудиту, и по долгу. Мы предложили, Молдова-Газ предложила свое видение, как можно урегулировать этот долг, как можно его разрешить, как можно его выплатить в течение определенного периода времени. При этом аудит, он, скажем, может быть проведен в короткий период времени, думаю, что это максимум до полгода, но для того, чтобы его провести, нужно провести этот конкурс. К сожалению, еще раз возвращаюсь к сказанному выше, исходя из той ситуации, которая сейчас в регионе, очень никто не хочет прийти и проводить вот эту работу. То есть есть очень много рисков, и компании там, большая четверка аудиторов, большая десятка аудиторов, они не соглашаются. Ну, есть определенные боли, зная контекст, зная, что Молдова ГАЗ является совместным предприятием, Газпром и правительство, зная, что вот есть эта проблема с долгом. Кстати, долг он постоянно фиксировался, и это нужно понимать, что он фиксировался в каждом протоколе заседания межправкомиссии. Возьмите протоколы с 2005 года, с 2007, даже последний протокол 2020 года, когда было заседание межправкомиссии. Поэтому там эта сумма фиксировалась. Под этой суммой, под этим протоколом подписывались сопредседатели подписывались каждый год или там периодичностью зависит от интервалов, когда эти заседания проводились. Поэтому говорить о том, что этого долга нет или он не существует, ну, тоже неправильно, потому что газ был импортирован в страну, по каждому объему, по году, по месяцу были представлены таможенные декларации, то есть эта информация есть в базе данных таможенной службы. Долг, он фиксируется в бухгалтерском учете Молдова-Газ и, соответственно, ну, все документы учета этого долга есть. Есть контракты, есть платежки, есть акты приема и передачи, поэтому возвращаться к этому вопросу, я думаю, что не имеет смысла, надо больше концентрироваться на вопросе решения долга. Нет, у меня еще по этому долгу есть вопрос, вопрос такого плана, вы видели техническое задание, которое было представлено правительством? Вы смотрели его? Первое видел, второе, к сожалению, нет. А насколько реально вот из того, что вы видели, чтобы было выполнено во время аудита все пункты? Там же, насколько я понимаю, период с 90-х? Нереально, потому что даже период с 94-го по там 99-й год, период, когда Молдова-Газ еще не существовало как компании, поэтому у нас есть документы с момента создания компании, это 99-й год, а с 94-го года, допустим, очень большой вопрос, и где найти эти документы, соответственно, это, скажем, очень большая задача. вы недавно обратились к потребителям с предложением, просьбой для тех, кто может платить за газ вперед. Я понимаю, почему это было сделано. Есть у нас разница между ценой, датой, когда мы оплачиваем газ, и датой, когда мы оплачиваем квитанции за газ, как частные потребители, и вот этот вот кассовый разрыв существует. Но при этом я хотела бы спросить, а с момента подорожания газа увеличилось количество потребителей, которые не в состоянии оплачивать? Да. Которые накапливают долги? Да. Их отключают? Нет. Не отключают, потому что есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Именно потому, что чрезвычайное положение их не отключает? Да, если помните, в 2020 году в разгар пандемии летом мы предоставили возможность оплаты сами, вышли с этой инициативой, и придали возможность отсрочки 3 месяца до конца августа, до начала отопительного сезона. Сейчас по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям мы не имеем права, то есть запрещено отключать потребителей. При этом я считаю лично, что, допустим, некоторые потребители злоупотребляют. У нас в основном потребители, я хочу поговорить, на самом деле вот этот период у нас оплата производилась на уровне 97-98%. Но когда-то, как только включили в решение КЧС пункт о том, что можно не платить, есть определенная категория, которая, скажем, ловоупотребляет. Но мы понимаем эту ситуацию, понимаем и финансовое состояние. Зима, зимой мы не можем отключать бытовых потребителей, это неправильно, я с этим полностью согласен, и мы этого не делаем. Даже если бы это право было, то это единичные случаи, это тогда, когда, допустим, там есть, ну, видно, частный дом и большое потребление газа, но здесь, скажем, мы понимаем, что человек может себе позволить это потребление, соответственно, он не должен злоупотреблять. И понимаем, что многие сейчас в этот период потребители, конечно, не могут оплатить из-за того, что фактуры достаточно большие в плане, в денежном плане это раз, а во-вторых, очень важный аспект, уже компенсации нет, поэтому, соответственно, уже чувствуется это. Мы это прекрасно понимаем. Еще один вопрос связан с тем же вашим предложением. Обсуждали ли вы его с Министерством экономики или с Министерством финансов, я не знаю. Почему я спрашиваю? Потому что вы предлагаете, я вас уточнила, для всех видов потребителей это предложение действует. Дело в том, что у нас есть продукты питания, которые готовятся на газе. Если будет летом высокая стоимость, соответственно, эта стоимость газа будет закладываться и в стоимость продукции. Конечно. Что будет, естественно, дальше по-цепотски повышать инфляцию? Ну, давайте про инфляцию оставим в стороне. Давайте будем говорить о повышении стоимости. Мы проводим сейчас прямо у нас есть время для того, чтобы провести вот этот, давайте скажем, стресс-тест с нашими потребителями, крупными промышленными потребителями, которые в своем производстве используют как сырье, ресурс газ. Есть определенные категории потребителей, мы примерно посчитали это 200 крупных потребителей, в том числе крупные хлебозаводы, хлебопекарни, производители молочных изделий, производители других видов, консервная промышленность, которая, скажем, есть период летнего урожая, соответственно, обработки, переработки сельхозпродукции. То есть мы проводим и смотрим совместно, какой уровень, не то, что уровень, а какой лимит цены, скажем, я так сейчас утрирую вот эти все вопросы, как бы позволил бы им работать как минимум в этот период времени не в убытках. Есть предприятия, в структуре потребления которых природный газ составляет, ну, потребление ресурсов, материальных затрат, природный газ составляет от 50 до 70 процентов. То есть это достаточно большое большая доля. Поэтому мы говорим, вы спросили насчет Министерства финансов, Министерства экономики, мы ВКонтакте постоянно, ну, на этой неделе был разговор с министром экономики, и в принципе, возможно, если будет какая-то компенсация, то это по тому же методу компенсация фактур для экономических агентов, для того, чтобы не было такого большого влияния на конечную цену продукции. Если я правильно помню, последний господин Иоанницев в своем одном из телевизионных выступлений сказал, что мы стали намного дороже платить за транспортировку газа сейчас в Молдову. Изменился ли действительно тариф на транспортировку для Республики Молдовы? Давайте так, у нас есть контракт, в контракте написан пункт, прописан пункт доставки. Это граница Украина Республика Молдова. Есть два пункта, это Алексеевка, гребеники. Две точки межсистемных соединений газовых систем. Скажем, на этих точках происходит переход права собственности. В летний период, помните, 19-й год, переговоры Газпрома и Нафтогаза по транзиту по территории Украины. Значит, Газпром забронировал определенные мощности, транспортировку определенного объема для своих потребителей, в том числе для Республики Молдова Молдова Газ по году. Есть годовые мощности так называемые, но есть зима и зимой мы потребляем больше. Так вот, дополнительные затраты на дополнительную транспортировку по территории Украины, да, мы оплачиваем, но в структуре затрат, в структуре тарифа или структуре цены природного газа доля этих затрат составляет до 1%. Поэтому, говорит о том, что существенно повысились затраты на транспортировку неправильно, и мы даже я в своем телеграм-канале опубликовал анализ и именно показал, какая доля этих затрат именно по месяцам и это несущественные затраты. Мы должны за транспортировку в любом случае пойти, потому что есть контракт на автогаз Газпром, вот они дополнительно нам не компенсируют. Вот мы вам оплачиваем транспортировку до границы с учетом годовых мощностей, которые в нашу цену уже та транспортировка включена. Мы оплачиваем транспортировку всего объема для республики Молдовы, я правильно понимаю? В том числе для левого берега. Дополнительных объемов транспортировки. Левый берег за свои дополнительные объемы транспортировки транспорт оплачивает тоже. Платит? Да. Или в долг перечислили? Нет, платит. Платит? Иначе у нас контракт... Вот этот вопрос очень жестко был продискутирован в том числе с коллегами из транспорт-трансгаз. А каким образом разделяются эти транзиты? То есть мы... Есть объем заказ по месяцам, есть наш объем правый берег и слевый берег. Вот допустим если в январе... То есть за потребленный газ они не платят, а за транспортировку они платят? Выходит так, да. Да, могут платить. Оказывается могут. Могут платить. Надо настоять дальше. Чтобы начали за газ платить? Конечно. А кто должен настоять? Молдова газ должен настоять? Молдова газ уже имеет 5 миллиардов долларов исполнительных листов. Никак не можем их реализовать на территории Приднестровья. Нас туда не пускают. Судебных исполнителей туда не пускают. А так вот так настаиваем. Ну, здесь комплексный вопрос. Теперь возвращаемся к теме, которую вы чуть ранее затронет. Потому что она для меня допустим очень важна. Вы говорите о том, что ведете переговоры с Газпромом по изменению контракта? Ну, мы в октябре прошлого года, опять возвращаясь к переговорам, договорились о том, что мы проведем работу уже в этом году по скажем так подписанию нового соглашения, нового контракта, потому что у нас было продление того старого контракта на 5 лет. Поэтому это соглашение, этот контракт, он претерпел очень много изменений, дополнений, поэтому нужен один контракт, который, скажем, полностью будет принимать внимание все дополнения. То есть это говорит о том, что если Газпром пойдет навстречу, то мы можем не дожидаться этих 5 лет подписать раньше новый контракт? Ну, это по желанию сторон. То есть если будет согласие, то я не вижу здесь проблемы. Думаю, что сам Газпром тоже согласится. А вы хотите сохранить эту формулу со спотом, с которым мы сейчас попали в эту ситуацию? Если бы была тенденция тренд, потому что когда мы предлагали формулу, понимаете, мы вот всегда задним умом. Если посмотреть 10 лет назад, то у нас была бы самая, у нас есть самая дешевая цена зимой в регионе. Давайте так элементарно, даже в этой ситуации, в этом году. Если посмотреть, перенести эту формулу действенно 200 лет назад по годам и приложить, и просто сравнить, то достаточно хорошая цена. Но никто, поймите, еще раз говорю, что эти компоненты котировки нефтепродуктов и цены и котировки на газовых хабах, на эти компоненты мы не можем влиять. Никак. А если отрезаться от спотовых цен? Фиксировать цену. И потом, как было в 2020 году, когда у нас по формуле была цена 150 долларов и в Германии говорили, что 70 на бирже, потом, как попасть? Вот как попасть, или, допустим, фиксируем цену 450 или 400 долларов, а через месяц 200 на рынке. Что делать тогда? У нас такая ситуация была, поэтому невозможно угадать. поэтому есть определенные референсы. Допустим, почему привязка к нефти? Потому что это так называемая Гронингенская формула еще 60-х годов. Потому что нужно было привязать газ к продукту, который конкурирует с газом. Это нефть. Это раз. А второе, с 2010 года, даже с 2007 года и после 2009 года, когда начался внедряться третий энергопакет в Европе, начали развиваться газовые хабы. Поэтому сейчас везде газовые хабы являются индикаторами. Они являются референсовыми площадками. И все ориентируются, любой тренд, трейдер, любой поставщик ориентируется на котировки этих рынков. Потому что есть сегодня возможность, есть спрос на этот газ по этой цене. Поэтому продавать нам за какие, скажем так, просто за то, что у нас красивые глаза, продавать нам по... А венграм и сербам за... Ну, понимаете, вот мы говорим венгры-сербы, значит, есть там какие-то другие договоренности. Наверное, некоммерческие. Наверное, есть другие договоренности, которые я не могу комментировать, поймите. А нам были сделаны такие же предложения? Нет, мы только по коммерции говорили. Только по коммерческим условиям. По политическим условиям у нас... Во-первых, я не компетентен в этих вопросах. Тем более... А насколько я знаю, где я присутствовал на переговорах, вопросы политического характера вообще даже не поднимались. Только торговые вопросы, коммерческие. Ну вот ситуация такая, что мы даже не начали проводить еще... У нас, насколько я понимаю, даже нет компании, желающей проводить этот аудит, о котором мы говорили, который должен был быть проведен до первого... Я не знаю, честно говоря, может, вы мне расскажете, кто предложил включить дату до первого мая с этим аудитом, потому что люди, которые когда-то занимались аудитом и знают, сколько времени он требует, тем более такой большой промежуток времени. Насколько... Как получилось, что там была включена эта дата до первого мая? Ну, вообще-то вопрос по первому мая не был с аудитом связан, он был в протоколе. В контракте у нас с первого мая это срок, до которого мы должны были согласовать с Коспромом соглашение об урегулировании долгов. Поэтому в контракте по поставке природного газа этот документ основной. Именно соглашение об урегулировании долгов. Но протоколе, подписанном тоже 29 октября, были зафиксированы определенные моменты, касающиеся проведения аудита, соглашения по долгам, заседания межправкомиссии и согласования договора соглашения о сотрудничестве в области энергетики между двумя странами. поэтому межправкомиссии заседания не состоялось, должно было состояться еще в ноябре-декабре прошлого года. Потом в марте из-за известных событий не состоялось заседание. После этого, насколько я знаю, по соглашению о сотрудничестве в области энергетики такой проект есть, он дискутируется на уровне министерства, министерств профильных. А то, что касается аудита, ну, правительство изъявило желание, чтобы еще раз подтвердить эти суммы, посмотреть им на самом деле действительно ли суммы, которые зафиксированы в наших актах сверки в бухучете. Вот это было желание правительства вполне законное, которое стало бы основанием уже дискутировать следующий документ и принимать решение по соглашению об урегулировании долгов. Мы оплачиваем газ в евро, если я правильно помню. С 1 мая евро и рубли. Так мы оплачиваем в евро или в рубли? В евро. Мы оплачиваем в евро. Я не зря уточняю. Газпром прекратил подачу газа в Болгарию, Польшу и Финляндию, если я правильно помню. И притек был в том числе отказ оплаты в рублях. Можем ли мы быть уверены, что в отношении республики Молдова, учитывая, что все-таки, опять же, мы не провели аудит, учитывая, что есть прецедент и что мы с 1 октября не окажемся в канун отопительного сезона, как в прошлом году без газа? Ну, во-первых, есть постановление, так я понимаю, правительство по списку дружественных, недружественных стран, это постановление правительства Российской Федерации. Мы пока в этот список не входим. Поэтому мы оплачивали в долларах до 1 мая. Сейчас оплачиваем в евро. Я надеюсь, что до этой ситуации мы не дойдем. Поэтому возможность оплачивать в евро, она сохранится. Ну, к примеру, приведу то, что сейчас, насколько я знаю, исходя из тех, той информации, которая есть в общем доступе, многие компании, трейдеры европейские, они уже оплачивают по новой схеме, которую предложил Газпром. Некоторые отказались оплачивать, соответственно, сейчас работают над альтернативными поставками. Поэтому здесь решение каждой страны, каждой компании, это суверенное право. Вы остаетесь поставщиком последнего одежды? Пока да. Пока да. Значит, соответственно, в любом случае с вас будем спрашивать, в случае чего, как и... Ну, и так и так с нас спрашивайте. У нас сейчас, насколько я понимаю, Энергоком закупил немножко газа. Ну, да, на летний период этого газа хватит на 25 дней. Это на летний период, а на зимний на 8? На зимний период, ну, скажем так, давайте, на неделю максимум. У нас есть возможность, я помню, что говорили об хранилищах газовых на территории Румынии, закупить еще за летний период газа, чтобы у нас хотя бы месяц был на то, чтобы в случае, если мы останемся без газа, быть уверены в том, что мы обеспечены хотя бы на месяц. Или даже технически мы не можем так и... Ну, технически закачка в румынские подземные хранилища газа закачка возможна. Вопрос транспортировки, тоже в Румынию он не стоит, инфраструктура позволяет. Вопрос ресурса и вопрос финансирования. То есть, если вы знаете, есть проект Европейского банка реконструкции и развития, кредитовать Энергоком, ну, либо правительство под закупку, скажем так, стратегического запаса природного газа на случай, ну, на непредвиденный случай, как режим ЧАЭС, допустим. Такая возможность есть. Единственное, что это цена газа будет диктоваться рынком. А сегодня рынок, ну, очень такой вопрос, мол, я себе спрашиваю, вот это. Я посмотрела, если вы меня поправите, если я посмотрела неправильную цену. Энергоком может сегодня тоже договариваться с любым поставщиком. Ну, вижу, что никто не спешит продавать льготную цену. Мы, если я правильно понимаю, покупаем за 919 долларов? В мае месяце? Да. Да, 920. Вот. 85 евро, это получается где-то 1035 долларов на сегодняшний день, если я правильно понимаю, продается газ. Ну, да, да. Это без учета транспортировки. Да. Добавьте туда еще около 60, чем-то долларов транспортировки. Это вот будет разница между нашей ценой. Угу. То есть, если тот газ, а тот газ, который мы закупаем, мы покупаем по какой цене? Вот, который мы закупаем, купили сейчас? Сейчас вы имеете в Энергоком? Да, да, да. Там была зафиксирована стоимость в решении комиссии. Решение комиссии, там не зафиксирована конкретно цена одной тысячи кубов, там зафиксирована объем и стоимость. Угу. По стоимости, которая у нас мог учать. Ну, если поделить, то это выйдет 10 тысяч 222 лея. Где-то 550 чем-то долларов. Что? А мы покупаем за 900 долларов. А мы же закупили этот газ в феврале и марте. Угу. А там цена была другая. Ясно. Вот все спрашивают, ну и что? А как, ну и что? Сегодня 920 долларов, а государство купило за 500. И здесь пошли навстречу государству? Потребителям. Угу. Тариф непокрываемый стоимость газа, который мы покупаем у Газпрома. В апреле у нас была цена почти 1200 долларов, в мае у нас цена 920 долларов. Соответственно, накопившееся негативное отклонение побудили Молдовый Газ сопротивляться с этим запросом в НРЭ. То есть тут все, как и вы говорили. Но при этом Андрей Смон говорит о том, что 24-й лея это несколько преувеличенный тариф. Ну, насколько преувеличена наша заявка, это должно решать агентство. Потому что единственный орган, который сегодня правит принимать решение, скажем, арбитр, который нас рассудит как поставщика и потребителя, это НРЭ. Какую сумму отрицательных финансовых отклонений они примут, это их право. Но могу сказать одну простую истину, которая исходит из закона и из методологии расчета тарифов. Сегодня все накопившиеся тарифные отклонения, которые накопились на сегодняшний период, либо на период предыдущий, мы должны включить тариф. Мы должны включить тариф. Это вот так звучит методология. И НРЭ должны утверждать. Как они будут утверждать? Поэтапно, либо сразу, это уже на рассмотрение агентства. Поэтому, конечно, Андрей Андреевич, он имеет основания так утверждать, но окончательное решение ЗОНОРы. Сегодня появилась информация, точнее, не сегодня появилась, я готовилась к программе, предсчитала, что Румыния будет поставлять природный газ в Украину и Республику Молдова. Согласно плану Европейской комиссии, Румыния также будет поставить природный газ в Украину в Республику Молдова в качестве транзитной зоны для потоков газа и других источников. Европейская комиссия также планирует предоставить этим двух странам, а также странам западных Балканов и восточного партнерства доступ к современной платформе есть по закупке газа. Может, вы нам поможете понять, о чем идет речь? Ну, Румыния сегодня является дефицитным рынком, давайте, если мы говорим про ресурс, как транспортировщик или исходя из транспортной инфраструктуры транзит, то сегодня Румыния достаточно развитая в этом плане, поэтому они могут транспортировать природный газ как в Молдову, так и в Украину в больших объемах, миллиардах кубов в год. Если же говорить о ресурсах, то сегодня, если не развиты месторождения, то есть, они не переведены в стадию промышленной эксплуатации, то есть, на шельфе Черного моря, то говорить о том, что сегодня румынский рынок может поставить излишние объемы на наш рынок и украинский, особенно зимой, это преждевременно. Ну вот министр энергетики Румынии Вирджил Папеску заявил о том, что они собираются все-таки официально начать разработку залежей газа в Черном море. Да, да, мы знаем об этом. И, соответственно, если я правильно понимаю, для нас это тоже возможность рассматривать закупку рынка газа, в том числе и там, и, возможно, дешевле? Ну, как дешевле? Ну, мы же ищем где дешевле, нам дорого, ну, нам действительно выходит дороговато. Вы смотрите на цены европейские, а для наших граждан эти цены высокие. Поймите вот одну, я вот начинаю таким образом, я понимаю, конечно, к каждому приходят счета, и каждый эти счета оплачивает, и, конечно, прекрасно понимаем, какая реакция у людей. Но мы должны привыкнуть к одной простой истине уже сейчас о том, что газ становится биржевым товаром. Газ становится биржевым товаром, он реально, и котировки уже на биржах, и есть индикаторы биржевые. И очень вопрос простой, просто экономический, я сейчас не говорю про политику, не говорю про интересы потребителей и так далее. Наши интересы, как поставщика, закупить дешевле и поставить нашим потребителям, заработать свою рентабельность, как по закону. Сегодня, если есть возможность продать по тысячу, как вы думаете, на каком, кто будет продавать по 500? Вот, элементарный вопрос. Это называется походить по базару. Хорошо, но тогда у меня другой вопрос. Наш нынешний контракт с Газпромом позволяет нам закупать газ, в том числе и у других производителей, поставщиков, других поставщиков. Да, позволяет. Да, позволяет. Наш контракт не позволяет реэкспортировать природный газ, который мы закупили у Газпрома, реэкспортировать, допустим, в Румынию, а покупать у других источников мы же покупали у Энергокома в ноябре месяце. Но у нас тогда, насколько я помню, уже не действовал контракт, когда мы покупали у других. Нет, мы купили в ноябре после подписания. После подписания мы купили, потому что было решение КЧС, где мы должны были восполнить технологическую так называемую технологическую подушку в сетях. То есть технологический газ. И еще один вопрос хочу уточнить. У нас действует или не действует принцип в отношении Газпрома плати и бери? Нет, такое бери или плати у нас не действует. Не действует. И еще один момент, когда говорим о тарифах, нужно различать биржевые цены и тарифы. Потому что Румыния и Украина являются странами-произведителем природного газа. Поэтому у них есть рычаги, как компенсировать эти тарифы, именно тарифы для потребителей. Мы же сто процентов газа импортируем. У нас нету своего газа. Конечно, у нас нету такого инструментария, рычагов маневрирования для того, чтобы компенсировать для наших потребителей как бюджетный ресурс. Заключательный вопрос. У нас буквально одна минута осталась. Я, опять же, читала в новостях, смотрела в других программах, не с вашим участием. В 2015 году Молдова ГАЗ потратила 90,5 миллионов лей на страхование имущества. На ваш взгляд, эти расходы обоснованы? И Молдова ГАЗ, если вы считаете, что они не обоснованы, обращались ли вы к правоохранителям органов по данному эпизоду? Когда? В каком году? В 2015 году. Не только в 2015, там было и в 2017, 2018 и 2019 годах. Да, мы обращались. И результат? Результат никакого результата. Нам отказали. Да, отказали. И сегодня мы страхуем наше имущество в целом по системе. Ну, 500 тысяч лев по сравнению с 15 миллионами, которые платили раньше. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Время наше закончилось, но я надеюсь, что мы с вами еще увидимся, потому что вопросы будут накапливаться. Хотелось бы, чтобы и тарифы снижались, а не только росли. Нам тоже. Спасибо еще раз. Вадим Чубан был у меня сейчас в студии, отвечал на мои вопросы. Мы с вами не прощаемся, уходим на рекламу. После рекламы мы продолжим нашу программу с другими тоже интересными гостями. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok